Здравствуйте дорогие друзья! О ноже Лукаса Бёрнли Беккер Плюс Аффикс Мини. Сегодня мы поговорим на канале Мейстер Мейстер. Начать обзор этого ножа хочется с того, чтобы положить с ним вместе в кадр широко известный сейчас Бенчмейт Баг Аут. И вот, собственно говоря, наверное, самое важное, что нужно сказать об этом ноже в самом начале. Обратите внимание, Баг Аут, в общем, по современным меркам считается уже среднеразмерным ножом, но, прямо скажем, это нож небольшой. Легкий, небольшой, очень удобный при постоянном ношении. Ну, не про Баг Аут сегодня речь. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на тот факт, что Аффикс Мини, он действительно мини. То есть это нож, который несколько меньше, чем даже Баг Аут, который, в общем-то, многими людьми считается таким ножом. Ну, не то чтобы маленьким, но, тем не менее, вот именно минимальным для более-менее удобной эксплуатации. И вот здесь это нужно понимать, что все-таки уменьшенная версия ножа Аффикс – это нож, который, ну, вряд ли можно назвать прям-таки полноразмерным. Это именно что уменьшенная версия для тех, кому нужны ножи поменьше для постоянного ношения. Аффикс Мини является уменьшенной моделью ножа Аффикс от 2020 года, которая, как-то, к сожалению, прошла мимо меня. Поэтому, честно говоря, вот сравнить свои ощущения с более полноразмерной моделью я не могу. Вот этот вот нож, в моем понимании, ну, как бы откровенно маловат. Хотя, из широко распространенных ножей, которые, ну, как бы должны бы мне, наверное, нравиться, вот этот нож по размеру максимально похож, наверное, на Мини Гриптилиан. По крайней мере, нет-нет, я не смотрел тактико-технические характеристики, а вот именно, по крайней мере, в моих личных ощущениях. То есть, это нож, ну, который мне все-таки кажется немного маловатым, немного меньше, чем мне бы хотелось. Но то мои лично собственные ощущения, потому что вот все-таки я предпочитаю, если нож имеет такой длинный клинок, чтобы, ну, у него были какие-то более мелкие габариты и, по крайней мере, был значительно более маленький вес, чем у этого ножа. Но, тем не менее, нельзя не сказать, что на подобные модели ножей за те деньги, которые за него просят, найдется достаточно немало любителей. На примере этого ножа мы имеем дело с исполнением ножа под брендом Бекер Плюс, ну, таким, скажем, подороже. Это достаточно дорогой нож сам по себе, и его дороговизна, ну, вот, по крайней мере, помимо самого такого, в общем-то, интересного дизайна Лукаса Бернли, в первую очередь объясняется материалами, из которых исполнена рукоять этого ножа. Потому что, несмотря на такой, ну, в общем, достаточно спокойный внешний вид, но тут, конечно, сразу же обращают на себя внимание вот такие вот вставки. Это, как заявлено на сайте производителя, карбон с красными прожилками, как они вот так вот выражаются. Ну, в общем, это такой действительно красный, очень симпатичный авторский карбон. Вставки из него есть с обеих сторон, они действительно так очень интересно выглядят и, конечно же, подчеркивают общую такую фактуру и дизайн ножа. При этом сама рукоять ножа сделана из титана. То есть, вот, как видите, здесь титановый сплав, он совершенно не магнитится в данном случае. И любопытно то, что и мелкие детали, ну, кроме фурнитуры, они здесь у ножа тоже титановые. То есть, здесь не магнитящийся спейсер, который сделан из того же самого титана, и в точности такая же клипса. Достаточно часто на небольших титановых рукоятях ножей, выпускаемых под брендом Boker Plus, в случае использования замка Frame Lock, может не быть так называемого сухаря. И надо сказать, что очень часто это определяется, видимо, просто ценой ножа. Ну, бывает действительно такое, что какой-нибудь Urban Trapper, у которого сделан вполне себе титановый фреймлок, там, во-первых, просто нет места для установки сухаря, а с другой стороны, это достаточно дешевый нож. Но вот когда речь идет о ножах подороже, то, как видите, сухарь стальной вполне себе присутствует, даже на таком небольшом ноже. То есть, я бы так сказал, что, насколько я помню, Urban Trapper, ну, не особенно-то там и больше, на самом деле, размер фрейма, поэтому нельзя говорить о том, что нет технической возможности установить туда сухарь. Просто, как бы, дороже это нож делает, действительно. Но, естественно, очень многие будут рады, что вот на этом ноже подороже сухарь на замке все-таки есть. При этом это такой, действительно, вполне комфортно сделанный фреймлок. Никаких острых граней на рукояти здесь нет. Очень такой удобно управляемый замок. Ну, и если, не дай бог, придется делать какую-то силовую работу, вот как задумано было Крисом Риом, когда он придумал этот замок, будет, действительно, так вполне четко прижимать пружину в хвате. И даже при очень тяжелой работе это будет исключать какие-либо люфты клинка этого ножа. У ножа вот такая небольшая фрезерованная клипса из того же самого титана, из которого сделана рукоять. Клипсы эту никуда нельзя переставить, хотя вот, прямо скажем, ну, препятствуют этому, наверное, только какие-то дизайнерские соображения. А работает она вот так. Ну, в принципе, как видите, в общем-то, безо всяких проблем, как и должна работать подобного рода клипса. Снимается тоже неплохо. Клинок у Аффикса, как это ни странно, довольно-таки обыкновенный. Вот здесь видно, что стоит отметка о том, что сделан он из стали в VG10. Ну, откровенно говоря, удивление в данном случае вызывает тот факт, что если рукоять у ножа сделана, ну, как бы, очень задорого, действительно, из дорогих материалов, с очень тщательно везде сделанной обработкой, то клинок из VG10, ну, скажем так, это такое довольно рядовое явление даже на весьма недорогих ножах от немецкого концерна Бекер Плюс, которые выпускаются в Китайской Народной Республике. Но здесь, конечно, нельзя не отметить, что вот с дизайнерской точки зрения, именно с точки зрения того, как сделан абрис этого клинка, очень симпатично выглядит. Несмотря на то, что все решения такие плюс-минус типовые на этом ноже, но вот посмотрите, такой поперечный сатин, очень приятная форма, отлично выведенное дизайнерское такое фальшлезвие, мелкая голомень. В общем, на самом деле, вот я прям даже не знаю, могу только похвалить именно саму по себе задумку Лукаса Бернли и то, как это реализовано. Единственный момент, что чуть-чуть островатая насечка, но, впрочем, это вот именно чуть-чуть. То есть мешать работать, скорее всего, да еще и на таком ноже она вам не будет. Другой просто вопрос, что она здесь имеет чисто дизайнерское значение, ну, такое, с точки зрения внешности вот этого ножа. Не более того. Общее впечатление у нас осталось такое, что главное в нем это, конечно же, вот этот вот дизайн. Ну, вот он реально такой совершенно замечательный, причем это вот именно не случай какого-то промышленного дизайна, а во многом, несмотря на то, что этот нож трудно обвинить в том, что он не делает что-то, для чего он предназначен, но все-таки во многом этот дизайн вот именно ради дизайна, ради симпатичного внешнего вида, чтобы получить вот такой вот интересный и привлекательный нож. Причем, в общем-то, заметно, что немецкая компания, с одной стороны, постаралась этот дизайн исполнить, ну, вот так, чтобы он был максимально привлекательным, но при этом постараться не сделать его слишком уж дорогим. То есть, я вполне допускаю, что рано или поздно появится какая-нибудь лимитка с клинком из стали М390, который будет точно так же обработан, будет иметь вот аналогичный совершенно внешний вид, а стоить будет еще евро на 100 где-нибудь дороже, потому что, в принципе, вот европейским производителям многим свойственен такой подход. И, в общем-то, наверное, это будет по-своему оправдано, потому что, ну, вот этот вот нож, определенно, он предназначен не для тех, кто ножами очень много работает, а для тех, кто все-таки нож с собой носит на случай всякой какой-то мелкой работы, которая повредить этот нож не может никак. Те, кто будет хотеть, ну, действительно, так, почаще поработать, как-то посерьезнее наверняка, предпочтут более крупную версию вот этого ножа, который в ассортименте немецкой компании тоже есть. Ну, а вот это, ну, знаете, вот не могу не отметить, понравился. Симпатичный, на самом деле, ножик такой, по-своему прикольный. Немецкая компания Бекер в рамках своего бренда Бекер Плюс делает, ну, очень-очень разнообразные ножи с точки зрения сегментов, в том числе и ценовых. И вот этот нож относится к ножам, на которые на официальном сайте установлена цена что-то около 155 евро. То есть, прямо скажем, нож такой довольно-таки недешевый. В этой ситуации, с одной стороны, можно сказать, что немного странно, что, несмотря на такое, ну, относительно богатое исполнение рукояти ножа, все-таки титан и такие вот карбоновые вставки, да еще и из очень необычного карбона, титановая клипса, ну, это такой признак ножей подороже, прямо скажем. С другой стороны, непонятно, почему при этом был сделан клинок, хотя вот такой яркий, стремительный, в интересном дизайне, но из стали виджетен. Ну, в общем, как бы, как мне лично кажется, для этого сегмента, по крайней мере, с точки зрения цены, эта сталь сейчас, ну, каким-то немного неоправданным решением кажется. Впрочем, а вот с точки зрения функционального применения, я могу сказать, что виджетен, вот это самое оно для таких вот джентльменских ножей. Ведь, по сути дела, несмотря на такой, ну, несколько, что ли, грозный вид и на то, что его прародитель, это все-таки такой гораздо более, наверное, рабочий, более крупный нож, вот этот нож действительно можно отнести к категории джентльменских ножей на каждый день, ну, просто которые напоминают вам о том, что бывают ножи покрупнее. С вами на канале Мессер Мессер был Заливаха, надеюсь, что вам это было интересно. Большое спасибо за просмотр, пока!